МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика с главными событиями среды. Вас познакомят наши корреспонденты. Я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Комфортная среда, площадка перед известным торговым центром столицы, изменится до неузнаваемости. Убрать нельзя оставить. Чебоксарские депутаты обсудили реорганизацию транспортной системы города. Из Анапы с победой чебоксарские волейболисты заняли первое место на всероссийских соревнованиях. Бизнес ждет перемен. Какие проблемы встают перед предпринимательским сообществом и чем может помочь правительство, обсуждали сегодня на Совете по инвестиционной политике. Ключевая тема заседания – результаты национального рейтинга регионов. Подробности в следующем материале. Инвестиционный рейтинг – стимул двигаться вперед, так считают многие предприниматели. За последние годы бизнес-климат улучшить удалось, но эта работа должна продолжаться. Совершенству предела нет. Вопросы, связанные с закупкой оборудования по импорту, с его растомаживанием и так далее. К сожалению, есть у нас еще моменты, когда приходится обращаться в вышестоящие организации, в частности, в Минэк, который нам всячески оказывает поддержку. Мнение бизнес-сообщества – основа рейтинга. В этом году по всей стране было опрошено более 400 тысяч предпринимателей. Представители деловой элиты республики говорят, что реализовать свои проекты в регионе стало проще. Мы получили в конкурсе участок для застройки. И за два года мы сумели поднять корпус и ввести в строй этот завод. В принципе, на мой взгляд, это очень хороший пример того, как можно получить с помощью государства участок с хорошо развитой инфраструктурой. Бизнес-климат республики оценивают высоко и иностранные предприниматели. Представители немецкого концерна «Ваулинт Электрик» пять лет назад локализовали в Чебоксарах производство электрокомпонентов. Местные власти оказали инвесторам поддержку. «Сборка здесь и выходим на русский рынок, чтобы выполнить пожелания Российской Федерации, что касается импорт-замещения. Поэтому, скажу на ваш вопрос, мы довольны, очень хорошо. Работа идет так, как мы хотели. Все документы, все работы, которые мы вместе сделали, договоры, подтверждения с компанией «Каскад», все было абсолютно на мировой уровне. Не было ничего плохого, все хорошо работало». Глава республики отмечает, что удержать позиции в рейтинге – реальная задача. Улучшение климата зависит от того, насколько оперативно местные власти пересмотрят административные регламенты. «Все эти регламенты, которые уже устарели, то есть это уже вчерашние показатели или стандарты, их надо актуализировать. Тут никто не мешает. Министры и главы администрации несут персональную ответственность. Надо просто оформлять эти бумаги грамотно, с использованием работы улучшенных практик». Проблемы предпринимателей в правительстве региона всегда подвергаются анализу. Чаще всего бизнесмены жалуются на сроки получения документов, на строительство объектов. «Каждый предприниматель, который сегодня зашел на сайт муниципалитета, он должен увидеть соответствующий регламент с конкретными сроками, сокращенными, я еще раз подчеркиваю. Скажем, если мы сегодня, Михаил Александрович Каледа у нас выдает экспертизу за 23 дня, хотя у него по регламенту 45 дней, ну, соответственно, давайте мы проводить как-то усредненно показатели брать и к этому идти, то есть показывать динамику улучшения. Административный регламент по выдаче град-плана тоже сегодня, их, еще раз говорю, во-первых, у нас на сайте, и во-вторых, сегодня в выдаче град-плана регламент обозначен сроки 30 дней. Уже в целевой модели у всех муниципалитетов 30-35 дней, а сегодня уже целевая модель полгода реализуется как 25 дней». Сократить сроки необходимо максимально. Сделать это возможно так, например, налоговая служба упростила процедуры регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. «С 29 декабря 2015 года у нас сокращен срок госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей при их создании с 5 до 3 рабочих дней. Среднее время регистрация предприятий сократилась с 11,56 дней до 10,56 дней». Необходимо перенимать практики других регионов. Сейчас Татарстан и Москва показывают лучшие примеры. «Есть некоторые лучшие практики?» «Есть, конечно. Сколько это Татарстан?» «84 дня». «Это средний показатель у вас?» «Ну, это, считайте, лучшая практика. Даже еще до 75 дней сегодня есть варианты выдачи разрешения на строительство». Достичь целевых моделей необходимо в сжатые сроки. Именно по этим показателям будет оцениваться работа властей. Медрик Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Куда будут переселять жители из аварийного жилья в Чебоксарах, посмотрел сегодня премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Ольга Пырочкина подробнее. Дом для переселенцев из аварийного жилья в Чебоксарах по улице Богдана Хмельницкого. В марте застройщик заключил с городом договор генподряда. К 1 июня возвел 5 этажей, а к середине июля закончил все 9. За каждым рядом кирпичной кладки следила чебоксарская администрация. Просчитали минимальный объем суточный и контролировали каждый день подрядчиков. Они показали пример и остальные тоже подрядчики потянулись. Теперь дело за отделкой, подключением к коммуникациям, благоустройствам. По планам жильцы смогут заехать сюда в сентябре. Чуть позднее должны справить новоселье будущие жители дома по улице Парижская коммуна. Здесь сложный рельеф и геологические условия, объясняют специалисты. Однако даже учитывая эти моменты, строители идут на рекорд. Наша съемочная группа была здесь в конце мая. Тогда возводили только первый этаж. Сегодня готовы 7. Дорожные сети начали делать. Канализацию уже 70% проложили. Соединение сделали. Всего в Чебоксарах по программе переселения граждан из аварийного жилья строится 5 домов. Помимо предыдущих позиций, по улицам Ленинского, Комсомола, Магнитского, в Соленом. После объезда премьер-министр республики Иван Моторин признался. Приятно удивлен. Думал, ситуация будет сложнее. Многие контракты были отторгованы по весне. Соответственно, сроки ввода от 4 до 6 месяцев, чтобы выполнить программу. Естественно, работа должна была вести в напряженном графике. Сегодня я посетив три объекта. Я вижу, что готовность довольно высокая. Везде уже есть коробки, ведутся отделки внутренние. Впрочем, расслабляться пока рано, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Предстоит еще решить вопрос с коммуникациями. Небольшие вопросы остаются за подключением к сети теплоснабжения, электроснабжения. Здесь мы вынуждены были объявлять отдельные конкурсные процедуры. Сейчас определится, в ближайшее время определится подрядчик. И будет строить эти сети. Но мы планируем также в сентябре строительство сетей завершить и вселить жильцов. Если все пойдет по плану, то после сдачи этих объектов город закроет четвертый этап программы по переселению. Что касается республики, то ряд районов уже выполнили свои обязательства по ней. В остальных контракты заключены, идет работа. Проблем возникнуть не должно, считают специалисты. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Чубоксары участвуют в проекции формирования комфортной городской среды. На его реализацию в столице выделено почти полтора миллиона рублей. В списке адресов, где будет проведено благоустройство, 47 дворов и 15 общественных пространств. В их числе и площадка перед домом МОД. Площадка перед домом МОД обретет вторую жизнь. Это первый из пяти объектов по Ленинскому району. По результатам открытого электронного аукциона подрядчиком стал Зеленстрой. Работы начались с замены тротуарной плитки. Изменится и газонная часть. Там появятся новые цветники. А знакомые всем уже ели, приобретут новый декор. Завершатся работы установкой удобных и креативных по дизайну скамеек. Пожелания были. Мы проводили общественные обсуждения. Слушали также мнения и малого бизнеса, также мнения самого торгового центра Дом МОД, и, конечно, жителей города Чубоксары. Главная задача проекта – создать комфортные условия для жителей. Столица Чувашии делает уверенные шаги к ее решению. Эта программа действует с 2017 года по 2022. И кроме дворовых территорий, также в нее включены и общественные пространства. Вот на 2017 год запланированы три объекта. В частности, Ленинский район – это Дом МОД, Калининский в районе торгового центра Шубашкар, благоустройство территории, и в московском районе – сквер Константина Иванова. Результаты чебоксарцы смогут оценить уже после 10 августа. Рифат Ваткулин, Игорь Зверев, Республика. Прислушаться к жителям и оставить существующие маршруты общественного транспорта или последовать рекомендациям Петербургского института и разгрузить городскую сеть, убрав ряд маршруток и автобусов. Эту тему обсудили на постоянной комиссии чебоксарские депутаты. Как избавить Чебоксара от пробок, сохранить безопасность жителей при поездках в маршрутках и тем самым улучшить транспортную ситуацию? Ответы на эти вопросы столичная администрация получила от специалистов Петербургского проектного института транспортной инфраструктуры, которые около года изучали работу транспорта в городе. И вот их вердикт. Выработаны следующие предложения. Закрыть 20 маршрутов, в том числе автобусные номер 10, 14, 16, 18, 21, 24, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60К. Изменение трасс 18 маршрутов, в том числе 16 автобусных и 2 троллейбусных. А также организация одного нового троллейбусного маршрута номер 22, который у нас уже с мая месяца работает. Пока профильное управление работало с рекомендациями института, чебоксарские депутаты с жалобами жителей. За сохранение некоторых маршрутов они собрали по 3,5 тысячи подписей. Если мы убираем 60-60К, то как люди будут выбираться? В любом случае людям придется пересаживаться на существующие маршруты, троллейбусные и автобусные. Мы понимаем, что определенные неудобства, конечно, это жителям доставят. Помимо вопроса удобства, встает вопрос денежный. У людей заработная плата около 10 тысяч рублей. Представляете, они, которые работают в центре города, как они будут на работу добираться? У них огромное количество денег будет уходить только на то, чтобы добраться на работу и уехать. Кроме того, конечные точки многих маршрутов, попавших в список закрывающихся, это крупные предприятия города. Я хотел бы сказать про 49-й маршрут еще, который соединяет Северизаторный контур и Чапаевский завод. Значит, внедрили, отчитали за то, что 22-й маршрут троллейбуса ввели дополнительный, новый. Но маршрут 22 только до хлебозавода доезжает. Мое личное мнение, не закрывать маршруты, а уменьшить количество автобусов и запустить крупные автобусы. Конечно, недовольные будут всегда. И если прислушиваться к мнению каждого, ничего изменить не получится. Так или иначе, Петербургский институт дал только рекомендации. Решение за городом. На заседании комиссии чебоксарские депутаты собрали рабочую группу, которая займется изучением вопроса. Рубить с плеча никто не будет, пообещали народные избранники. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин. Республика. Творческий, яркий, талантливый образовательный форум Таврида уже в который год собирает в Крыму около 4 тысяч молодых людей со всех уголков России. На днях завершилась очередная смена. В ней приняла участие представительница Чуваши. Все будет Таврида. Так звучит лозунг форума. Его уже называют взрослым артеком и вторым селигером за возможность с пользой провести время на берегу Черного моря. Поэты и писатели, актеры и музыканты, художники и скульпторы, режиссеры и сценаристы. Форум состоит из 8 тематических смен длиной в одну неделю. Лучшие представители творческой молодежи учатся и как на экзамене защищают свои проекты. А мастер-классы в огромных шатрах дают приглашенные профессионалы, известные всей стране. Если мы говорим о системе художественного образования, то российская система художественного образования уникальна. Ей уже 200 лет, можно говорить, может быть чуть меньше. Но она создает условия для рождения высоких профессионалов, именно классического направления. На днях молодые художники, скульпторы и искусствоведы России завершили недельное обучение на Тавриде. Участники создали коллекцию одежды вместе с известным дизайнером, смастерили настоящие ювелирные украшения, представили свои фотоработы на профессиональной выставке. И даже нашли время пофилософствовать вместе со своими педагогами. Мы знаем, что современные художники – это не только тот человек, который хорошо рисует, это тот человек, который имеет какое-то видение на современную ситуацию. Надо просто сталкиваться с этим искусством, и от этого ты получаешь положительные реакции, положительные эмоции, потому что в конечном итоге жизнь – это только скопление эмоций. В этом году желающих стать частью форума настолько много, что конкурс для поездки на Тавриду серьезнее, чем в престижный университет. Например, на смену молодых художников, скульпторов и искусствоведов из Чувашии попала только Ксения Блинова. Таврида – это уникальное место для творческих людей. Здесь можно обменяться опытом, научиться чему-то новому у экспертов. Эксперты здесь из разных регионов, очень интересные и талантливые люди. А сейчас на Тавриде стартует смена писателей, поэтов, критиков и библиотекарей. Чувашию представляет один человек – преподаватель русского языка музыкального училища имени Павлова Наталья Иванова. Что ж, пожелаем ей удачи. Юлия Важенина, Республика. В парке культуры Карачевского сельского поселения Козловского района состоялся первый открытый фестиваль-конкурс чувашских национальных блюд и напитков. Кадры представлены нашими коллегами из Чувашского государственного архива электронной и кинодокументации. Умельцы из 10 поселений Козловского района целый день на глазах у зрителей создавали кулинарные шедевры. В ход шли и старинные рецепты, и современные ноу-хау, свежих уплоу, долгоиграющий шертан. От изобилия разбегались глаза и текли слюни даже у жюри. Особым спросом пользовался самый знаменитый чувашский суп в шурбе. Всего участники фестиваля боролись за главные призы в шести номинациях, среди которых и лучшее национальное мясное блюдо, и лучшее национальное пирог. Нагуливать аппетит зрителям помогал фольклорный ансамбль «Энеш». Организаторы отметили, что итоги первого фестиваля конкурса удивили строгое жюри не только большим разнообразием и качеством представленных блюд, но и фантазией, с которой были оформлены шедевры национальной кухни. В Анапе прошло первенство профсоюзов России по волейболу среди юношей. В умении владеть мячом соревновались 8 команд из городов России и ближнего зарубежья. В Чувашскую республику представляли спортсмены 61-й Чебоксарской школы. Они победители школьной волейбольной лиги республики. Первое место ребята заняли и во всероссийских соревнованиях. Им не больше 17, но они уже много лет в спорте, выбрав волейбол среди других видов деятельности. Максим Павлов уже в 5 лет знал, чем хочет заниматься. Играя с ребятами со двора в пионербол и волейбол, он мысленно представлял себя в команде настоящих профессионалов. Сегодня Максим номер 10 в самой сильной юношеской команде города. Играя в команде мне доставляет большое удовольствие. Мы как одна большая семья. Подготовка дала себя, конечно, знать. И не сказал бы, что легко в каждой игре было сильное соперничество. Среди соперников волейболисты Ставропольского края – Тулы, Москвы, Воронежа. Самыми сильными оппонентами оказались минчане и челябинцы. Однако и им чебоксарские спортсмены не уступили. Сама тренер успеху своих подопечных ничуть не удивляется. В прошлом году мы ездили на год. Старше были ребята, участники соревнований. Мы заняли третье место. И, в принципе, нам уже предрекли, что мы будем фаворитами в этом году. Мы занимаемся уже 10 лет. Я думаю, мы уже стали профессионалами. Попасть в счастливый волейбольный кружок школы может любой учащийся. Было бы желание и воля к победе. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии – руководитель Союза ветеранов Афганистана Игорь Кашаев. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова